Многофункциональные центры должны быть доступны жителям районов, уверены депутаты Верховного Совета Хакасии. Накануне Светлана Могилина обсудила этот вопрос с жителями Алла Черков, ведь здесь он превратился в серьезную проблему. Оформить документы на недвижимость или воспользоваться другими госуслугами. Для этого населению Алла приходится ездить в райцентр за 110 километров. Многофункциональные же центры, где можно получить целый комплекс государственных услуг, в республике работают с 2010 года. Сегодня их три – в Абакане, Саиногорске и Сорске. Как вариант выхода из ситуации, Светлана Могилина предложила устроить выезды МФЦентров в районы. Для нас было принципиально, чтобы непосредственно сами МФЦентры приезжали на территорию поселений и брали необходимые документы, оформляя в том числе паспорта и документы на собственность движимого и недвижимого имущества, без того, чтобы эти жители выезжали на территории, где находятся сами МФЦентры. Таким образом разгружается и очередь, и время для самих жителей поселений. Депутат посетила общежитие местной школы-интерната. В нем живут старшеклассники из малых сел – 16 человек. Сегодня здание нуждается в срочном ремонте, протекает крыша. Светлана Могилина попросила руководства составить смету и пообещала до начала учебного года решить вопрос по выделению средств. Первую в новом составе сессию Верховный совет Хакасии проведет в обновленном помещении. Сегодня в зале заседания идут ремонтные работы. Вот так зал выглядел еще в 2006 году. В последний же раз его ремонтировали в 2008. Тогда в помещении сделали капитальную реконструкцию. С тех пор не проводился даже косметический ремонт. Вот таким зал станет уже этой осенью. В зале заседания, как правило, проходят сессии Верховного совета. Присутствует на всех заседаниях более 100 человек. Естественно, много людей, техника, работы, все остальное. Зал пришел, конечно, за это время, запылился и нуждаются в косметическом ремонте. В помещении переклеят обои, переделают гипсокартонные перегородки, стены заново отштукатурят и перекрасят. А ковролиновые полы заменят на более практичный и менее пыльный материал. На все это уйдет 2,5 миллиона рублей. Еще одно из новшеств, что ожидает депутата Верховного совета нового созыва, это то, что теперь на заседании им не придется перелистывать кипы бумаг с законопроектами. Им на смену приходят электронные технологии. Каждому депутату выдадут вот такой вот планшетник, на котором уже будут залиты все законопроекты. Это не только улучшит качество работы, но и позволит существенно сэкономить республиканскому парламенту на бумаге. Только за прошлый год Верховный совет израсходовал порядка 4 тонн бумаги. А это огромная нагрузка на канцелярию и серьезные траты, которые сегодня можно избежать. Гаджеты для депутатов закупят, как только закончится ремонт. Технические же вопросы уже решили. Зал заседания готов к подключению электронной системы. Поскольку будет внедрен электронный документ оборот, мы проштробили, соответственно, полы, подготовили, скажем так, проложили трубы для подводки различных коммуникаций, то есть электричество. На новом оборудовании будут лишь локальные сети с доступом к документам и никакого интернета, чтобы лишний раз не отвлекать парламентариев от работы. Еще одна немаловажная причина провести ремонт – число рабочих мест. По закону в парламенте сокращают, а значит и в зале должно стать просторнее. На время ремонта вся мебель хранится в коридоре. Из 75 депутатских мест обратно в зал заседания вернутся лишь две трети. Ведь новый сазы Верховного Совета станет меньше сразу на 25 человек. Кто займет их, станет известно только осенью. Как только жители Хакасии выберут новых парламентариев в единый день голосования 8 сентября. Это были все события парламентской недели. Мы прощаемся с вами до следующей пятницы. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok